Иностранные студенты, увлекающиеся творчеством Александра Пушкина, смогли принять участие в третьем международном конкурсе чтецов, который состоялся в Елабужском институте КФУ. Мероприятие по традиции было приурочено ко дню рождения великого русского поэта, а юбилейная дата привела к конкурсу необычайно большое количество конкурсантов из различных уголков мира. Среди участников студенты из Турции, Китая, Мексики, Гондураса, Эфиопии, Танзании, Армении, Азербайджана, Туркменистана. Своё прочтение одного из произведений Пушкина конкурсанты могли представить в очном или видеоформате. Также в ходе мероприятия участникам и зрителям конкурса удалось совершить познавательное путешествие по страницам биографии Александра Сергеевича. 7 июня в Императорском зале Казанского федерального университета стартовала международно-научно-практическая конференция «Право и бизнес. Предпринимательское право и его роль в социально-экономическом развитии России». Какие аспекты проблематики поднимались в рамках конференции, узнавала наш корреспондент. Стартовала ежегодная международная научно-практическая конференция «Право и бизнес. Предпринимательское право и его роль в социально-экономическом развитии России». Местом её проведения вот уже в третий раз стала площадка Казанского федерального университета, а именно Императорский зал вуза. С приветственным словом выступил Рияс Минзарипов, президент Казанского университета. «Ученые Казанского университета внесли достаточно заметный вклад в развитие юридических дисциплин, экономико-правового направления. Много десятилетий в Казанском университете читались лекции «При-семинарские занятия по торговому праву, хозяйственному праву, советский период в основном и предпринимательское право в последние годы настоящего года». Программа мероприятия, а именно его масштабы, удивляют не только географии участников, но и образовательной программой, в рамках которой предусмотрено проведение множественных заседаний, секций и семинаров. Участие в конференции принимают высококвалифицированные специалисты разных областей, профессора предпринимательского права и заслуженные юристы Российской Федерации. Темы докладов тоже предполагают широкий спектр исследования. От влияния правосудия по экономическим делам на развитие предпринимательского оборота до защиты интересов бизнеса в рамках деятельности общественной организации на примере Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Я, конечно, уверен в том, что она действительно сослуживает огромного внимания. Посмотрите на те вопросы, которые там есть, только на те секции, которые мы, между прочим, обсуждали, и мы не один раз возвращались к тому, о чем нам говорить, что здесь самое главное. Я внимательно, конечно, слежу так же, как и все вы, за теми политическими событиями, которые есть на ожидании, в том числе и, прежде всего, в сфере экономики. И могу сказать, что те проблемы, которые мы будем обсуждать сегодня и в течение всех этих дней, это проблемы сегодняшнего дня. Целью данной конференции является предоставление площадки для возможности открытого общения между представителями открытой научной среды, органов власти и бизнеса. Отметим, что организаторами мероприятия выступили Казанский федеральный университет совместно с Московским государственным университетом имени Михаила Ломоносова и Московским государственным юридическим университетом имени Олега Кутафина. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Совсем скоро стартует уже 11-й по счету летний книжный фестиваль «Смены». Традиционно это мероприятие собирает тысячи казанцев и гостей республики. Событие, успевшее стать одним из главных летних праздников, проходит на нескольких площадках. И этот год не исключение. Так что же нас ждет? Книжный фестиваль, о котором пойдет речь в этом сюжете, совершенно необычный по множеству признаков. Как минимум с каждым годом модернизируется образовательная программа, а количество гостей мероприятия неустанно растет. В этом году казанцев ждут книжная ярмарка, лекции, дискуссии и паблик-токи. Презентации книг, встречи с авторами, детские лаборатории, семейная программа, открытие новых выставок, перформансы, спектакли, кинопоказы, экскурсии по городу, профессиональная программа для работников книжной культуры, специальные проекты и многое другое. Летний книжный фестиваль «Смены» – это наши флагманские события. Они проходят два раза в год. Зимой национальной библиотеке Республики Татарстан, а летом в парке Черное озеро. Цель фестиваля – познакомить жителей города с людьми, которые создают их любимые книги. Основные блоки фестиваля – это книжная ярмарка, на которую приезжают независимые книжные издательства всей страны, и образовательная программа, основанная на последних книжных новинках. Каждый год фестиваль становится все больше. Появляются новые блоки, детская программа, выставки, городские экскурсии, а также спецпроекты, которые полезны для города. В этом году мы выпускаем сразу несколько путеводителей показаний, которые будут доступны для жителей города в формате подкастов и печатных изданий. Образовательная программа летнего книжного фестиваля будет собрана вокруг нескольких тематических блоков. Волга, казанский и русский авангард, книжные магазины, путеводители, искусство и мода, более 30 лекций и дискуссий, спикерами которых станут ученые, издатели, искусствоведы, писатели, кураторы, директора музеев и книжных магазинов. Фестиваль стартует с книжной ярмарки, которая пройдет в парке Черное озеро. Там будет представлена продукция более 100 издательств. Казанцы и гости республики смогут познакомиться с флагманами литературной повестки, впоследствии приобрести заинтересовавшие издания и даже задать лично вопросы представителям печатных домов. В этом году наш фестиваль впервые станет топ-френдли площадкой. Также мы уделили внимание инклюзивной программе. В блоке лекций будет несколько событий, посвященных собакам и их воспитаниям. В дни фестиваля мы откроем док-френдли библиотеку совместно с Институтом развития городов Татарстана. Мы позаботились о том, чтобы всем посетителям было комфортно, в том числе и людям с заграничными возможностями. Например, в лектории номер один для глухих и слабослышащих людей все лекции будут приводиться на русский жестовый язык. Основными площадками для организации досуга помимо парка «Черное озеро» станут Национальная библиотека Республики Татарстан и Центр современной культуры «Смена». Стоит отметить, что в 2024 году летний книжный фестиваль «Смены» открывает насыщенное литературное лето в Татарстане. А завершающим событием станет осенний книжный фестиваль в Нижнекамске с 7 по 8 сентября. Ознакомиться с программой, ключевыми датами и временем, спикерами и нужными площадками вы сможете на официальном сайте самого книжного фестиваля и Центра «Смена». Не пропусти, ждем именно тебя. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Универновости. Задавались ли вы вопросом, почему небо голубое и почему в природе так мало синего цвета? Этот оттенок действительно довольно редкий, а в древние времена даже не существовало слова, обозначающего его, в то время как для других цветов названия уже были. О том, почему этот пигмент такой редкий, расскажем в нашем сюжете. Благодаря фоторецепторам мы видим мир во всех его ярких красках. Способность различать цвета является одной из удивительных особенностей человека и животных. Существует мнение, что она появилась у наших далеких предков, чтобы облегчить поиск спелых плодов и растений. За восприятие цветов отвечают специальные колбочки, расположенные на сетчатке, которые реагируют на определенные световые волны. Человеческий глаз под воздействием света может различить спектр электромагнитных волн, который состоит из семи основных цветов – красного, оранжевого, зеленого, желтого, голубого, синего, фиолетового. Так наше зрение воспринимает эти волны. За пределами этого спектра остаются белый, черный и серый. Если мы будем говорить о солнечном свете, то можем его смоделировать, например, таким источником света. От Солнца к нам с вами приходит сплошной спектр. Это значит, что белый свет содержит в себе примерно равномерно все цвета. И если мы с вами посмотрим на спектр, то мы увидим такую равномерную дорожку от синего до красного. На самом деле мы видим цвета не белыми, а, например, зелеными, красными, синими, фиолетовыми или даже черными, потому что каждый материал обладает селективным поглощением. Это значит, что какую-то часть солнечного спектра он поглощает, а какую-то часть рассеивает. И этот рассеянный свет как раз мы с вами видим с помощью наших глаз. Чтобы это продемонстрировать, мы используем такие светофильтры. То есть, например, красный светофильтр будет задерживать всю часть спектра, кроме красный. И вот мы с вами видим здесь на экране красное пятно. Если же мы будем использовать, например, светофильтр зеленый, то мы увидим, что он пропускает только ту часть спектра, которая соответствует зеленой области. Соответственно, если мы возьмем синий светофильтр, то мы увидим на экране синее пятно. Человеческий вариант цветового зрения появился лишь у приматов. В процессе эволюции животные то теряли, то вновь обретали возможность различать цвета. Зрительный аппарат пернатых и других животных становился совершеннее, а доступная цветовая гамма шире. Это поспособствовало росту аппетита и расширению питательного рациона. А такое разнообразное меню содержало множество пигментов, благодаря которым окрас и оперение живых существ менялся и становился красочнее. Биологические пигменты – это разнообразные органические соединения, обладающие способностью поглощать и отражать определенные цвета света. Они играют важную роль в жизни организмов, так как участвуют в таких процессах, как фотосинтез, защита от ультрафиолетового излучения, коммуникации между организмами и привлечения партнеров для размножения. В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему небо, которое мы с вами видим, голубое? На самом деле все это объясняется законами физики, которые нам говорят о том, что интенсивность рассеянного света пропорциональна частоте света в четвертой степени. Самой маленькой частотой обладает красный цвет, самой большой частотой обладает синее излучение. Это значит, что если мы сделаем оценку, то синий цвет будет рассеиваться примерно в четыре раза интенсивнее, чем красный. Так вот, мы с вами можем рассмотреть такую простую модель, то есть, например, поверхность нашей планеты, на которой находимся мы с вами. Если солнце находится в зените, что происходит днем, то мы с вами видим преимущественно голубую рассеянную компоненту, потому что красный свет рассеивается хуже. То есть, проходя через плотную атмосферу, у нас очень сильно рассеивается синий цвет, и небо кажется нам голубым. Синий цвет является одним из самых необычных и редких в природе. Это связано с рядом особенностей, которые делают его таким удивительным. Одна из основных причин, почему синий редок в природе, заключается в том, что он редко вырабатывается растениями. Многие синие пигменты не являются стойкими, из-за чего они легко разрушаются. Когда растения вырабатывают синий пигмент, они просто не могут долго сохранить его, прежде чем он распадется на другое соединение. По этой причине многие растения вырабатывают пигменты, которые легко возобновляются и стабильны. Животные выживают и создают соединения из материалов, которые они употребляют в пищу. Ими часто являются растения. Таким образом, поскольку большинство растений не содержит синих пигментов, большинство животных также не получают химических веществ, необходимых для их производства. Отличный пример для описания этого явления – фламинго. Они рождаются с полусерыми перьями, которые становятся розовыми только после того, как они начинают есть большое количество креветок, содержащих розовые пигменты. Если бы они никогда не ели креветок, у них никогда бы не развился великолепный розовый цвет. Пигмент, который дает синюю окраску, является веществом, таким как гуанин, ксантин. Эти вещества являются частью синтеза нуклеотидов. Но когда они в чистом виде формируют кристаллы, в результате эти кристаллы могут от отраженного света давать переливы от синего к темно-зеленому. Вот, собственно, здесь представлено на этой схеме. Это как раз кристаллы гуанина. И в зависимости от того, как падает цвет, получается переливающаяся окраска. Синий цвет у животных, птиц и бабочек обычно обусловлен присутствием специфических биологических пигментов и структурных особенностей их кожи, оперения или крыльев. Например, у некоторых бабочек синий цвет крыльев достигается за счет их микроскопической структуры, которая называется фолиотактической решеткой. Эта структура рассеивает цвет таким образом, что возникает эффект синего цвета. Бабочки имеют сложные слоистые структуры на крыльях, которые манипулируют цветом так, что отражают только синий. Этот же эффект можно наблюдать в перьях голубых соек и сверкающих кольцах осьминогов. Синие оттенки у млекопитающих можно видеть еще реже, чем среди птиц, рыб, рептилий и насекомых. Некоторые киты и дельфины имеют голубоватую кожу, а золотистые курносые обезьяны – синие морды. Но мех не бывает ярко-синего цвета. Резидор Каримова, Николай Суховский, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова